Ровно 60 лет назад, 12 апреля 1961 года, гражданин нашей страны Юрий Александрович Гагарин стал первым космонавтом, покорившим космос. Сегодня в честь этого события в Музее космонавтики была торжественно открыта выставка с коротким названием «Первый». Больше 300 экспонатов, все подлинные. Даже спускаемый аппарат корабля «Восток» настоящий. Можно потрогать. На открытии выставки друзья и родственники Юрия Гагарина, летчики-космонавты, герои Советского Союза и России, артисты Большого театра и партнеры музея. Ректор АГСУ Наталья Починок обратилась теплыми словами ко всем присутствующим. Вот я была позавчера в Липецке. Мы, в рамках, конечно же, юбилея Юрия Сечи, играли хоккейный матч с командой «Авиатор». Это липецкие летчики, команда «Звезд» хоккея, женщины в хоккее я тоже играла. Мы действительно прославляли подвиг и показывали пример подрастающих поколений. Каждый день, например. Пусть этот пример будет чудесным, а музей как можно больше открывает двери для замечательных ребят, у которых есть огромное будущее в нашей стране. Спасибо большое. Сотрудники музея долгое время искали личные документы и вещи Юрия Гагарина. Нужно было объехать полстраны, уговорить всех тех, кто хранит вещи Юрия Алексеевича Гагарина, и попросить, отдайте хотя бы раз в жизни вот на такой юбилей свои реликвии. Здесь есть даже клюшка первого космонавта. Клюшка, которой играл Юрий Алексеевич Гагарин. Вот она. 1960 год. Своими впечатлениями от праздника с нами поделился летчик-космонавт Сергей Рязинский. Это событие вывело человечество на совершенно другой уровень. Поэтому действительно очень здорово, что Юрий Алексеевич Гагарин стал олицетворять вообще всю космонавтику. С его потрясающей харизмой, по-моему, и в него, и в космос влюбилась вся планета. В целом, вечер открытия выставки оставил после себя непередаваемое ощущение встречи с космической историей нашей страны. София Харалес и Регина Скородумова для канала РКСУЛайф.